Всем привет, это программа в теме и с вами я Анастасия Жукова. Сегодня мы снова будем говорить об историческом центре Тулы и на повестке дня у нас улица Благовещенская. Ну во-первых, вы наверняка помните, что на недавнем градсовете одобрили строительство административного здания. По обеим сторонам данной улицы стоят исторические постройки. С одной стороны улица замыкается Благовещенская церковь XVII века, это старейший православный храм Тулы, а с другой стороны тульскими торговыми рядами XVIII века. Во-вторых, ребята из общественного движения «Можем сами» остались попросту не у дел. Если еще в конце января экс-губернатор Владимир Груздев поддержал идею в развитии исторического центра, то сегодня активисты недоумевают. Почему на улице Благовещенской разрешают строить административное здание? Ну и в-третьих, по информации тульского краеведа Сергея Демидова, предполагается сносить здание бывшей воинской части для строительства все того же административного здания. И вот тут возникает вопрос, действительно ли будут сносить? Если да, то что же именно исчезнет навсегда из самого сердца Тулы? По-хорошему, почему бы Министерству культуры не последовать стратегии превращения улицы Благовещенской в Тульский Арбат, сделать улицу пешеходной, восстановить дома, которые рассыпаются на наших глазах, облагородить, так сказать, историю? В конце концов, ведь это напрямую повысит туристическую привлекательность нашего города. Представьте, как люди будут приезжать в наш город, чтобы окунуться в атмосферу 18-19 веков. Завершить хотелось бы вопросом, можем ли мы сами вершить судьбу нашего города? Или все решается на закрытых градсоветах, результаты которого необратимы?